Аллилуйя! Мы действительно так рады видеть друг друга. И также давайте поприветствуем из... Шеки. Из Шеки, да, из церкви пастора Самира. С нами сегодня Фуат. Он, кстати, здесь учится. Он стал студентом. Добро пожаловать! Господи, давайте помолимся перед небольшой мыслью. Господи, благодарны Тебе действительно за это время, Иисус, за Твою верность, за то, что Ты совершаешь, Господи, и увлекаешь нас своими откровениями, благодатью, Господи, своей пищей, Иисус. И сказал, не хлебом будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих, Господи. Слава Тебе, Христос! Благослови эту небольшую мысль, это слово, вступление к основной части, Иисус. Мы молимся, помашь и благослови все время служения, Иисус, и основное слово к восприятию и дискуссию, Господи. Дай нам, возможно, у нас что-то, возможно, у нас есть вопросы, дай записать их, и смело спрашивать их во время дискуссии, Господи. И насладиться, и быть благословенным этим. И слава Тебе, Христос! Благослови! Во имя Твое молимся и просим. Аминь! Итак, Евсянам, 3 глава, 16-17 стихи. Да даст вам по богатству славы своей, крепко утвердиться духом его во внутреннем человеке, и верою вселиться Христу в сердца ваши. Итак, это мысль, как результат некоторых размышлений над серией слов посвящений. И удивительное утреннее время у нас, и это действительно большое благословение. И если у вас нету возможности прослушивать утром, обязательно прослушивайте позже. Это действительно большое благословение. Итак, да даст вам. Это Иисус Христос. Да даст вам. И здесь интересно это слово. Оно имеет как значение дать, то есть дать подарком в виде гранта. Или следующее слово, еще одно из значений это слово послужить. Как здорово, да? Если в связке взять это, как здесь говорится, духом его, то, несомненно, мы с вами переживаем это освящение и напоминание Духа Святого, и также освящение всех удивительных его картин в Слове Божьем. По богатству славы своей. Здесь тоже удивительное значение этого слова. Богатство, оно также связано с дарованием, оно так и может переводиться. Одно из значений, это ценное дарование. И мы с вами видим, с вами это ценное дарование в том, что не только Дух наш был оживлен в момент нашего рождения свыше, когда мы уверовали в Иисуса Христа. Но что еще? И мы стали храмом Духа Святого. Это действительно ценное дарование. Это благодать, которую не знали ветхозаветные праведники. А сейчас время такое, время Церкви и благодати, и мы с вами переживаем, что наш Дух оживлен, и Он черпает все из того, что Дух Святой освящает нам это удивительное дарование. Слава Его. Крепко утвердиться Духом Его. И здесь я хотел бы присовокупить к этой теме небольшую мысль из занятия по библейской психологии, потому что это актуально к этой теме. Крепко утвердиться Духом Его. Мы с вами сказали, что мы родились свыше, и теперь у нас есть это богатство, можем сказать, этот доступ, благодати ко всем этим удивительным откровениям, которые Он нас освящает. И это возможно для тех, которые рождены свыше, которые приняли этот дар благодати, дар спасения, с которым вместе дается это рождение свыше. И каждый верующий, как описывается во второй главе, получает этот доступ. И мы переживаем это освящение. И интересно, там приводился этот пример, многие из вас этот пример знают, как Бог в Духе Святом утверждает нас этими откровениями. Этот пример как перчатка. Помните, перчатка одевается на руку. Рука, предположим, это картина Духа Святого, и перчатка, это мы. Или уже новый мы, оживотворенный Дух. Раньше Дух был мертв, а сейчас Дух оживлен. И там приводилась такая мысль, что укрепление и утверждение, это как удивительный процесс и наша жизнь в Иисусе Христе на основе принципа Матфея 4 главы 4 стихе. Где совершается это укрепление в нашей сущности. И мы с вами знаем, что мы трихотонны. Из каких сущностей мы состоим? Тело, душа и дух. И это еще как бы три перчатки сверху. То есть, таким образом совершается это удивительное укрепление Духа Святого. Это благодать, когда мы откликаемся верой. Итак, Дух Святой утверждает Духу, и затем, по отклику веры, все это укрепляется где? В нашей душе, в нашей душе с пятью частями. По мере того, как мы откликаемся и не затворяем дверью, чтобы это слово наполняло все наши части души, уже с согласием. Галина Никифоровна, здравствуйте. Здорово, мы рады видеть вас. Итак, все эти удивительные пять частей души. И это совершается верою, как говорится, в 17 стихе. Все пять частей души утверждаются в этих удивительных откровениях. И затем, последнее, это мы с вами сказали, что дух, душа и тело. Тело – это картина уже вашего решения. Впрочем, это решение, куда также, где есть также действие сердца, можно увидеть в каждом из этих перчаток, если можно так выразить. Потому что сердце – это то место, где мы принимаем это решение. Мы принимаем решение оживотворяться Духом Святым или исполняться Духом Святым. Вы заранее приняли решение прийти сюда, в своем сердце. Это было вашим удивительным решением. И затем, есть это решение утверждаться в Слове Божьем. Это важно. Это совершается спасение и также покой в наших душах. Я подумал о таком примере. Как же, что значит крепко утверждаться? Если мы с вами немного поразмышляем об этом утверждаться, это значит, идет укрепление определенного процесса уже на достаточно долгий период. Это как процесс. И, например, мы утверждаемся в исполненности Духом Святым и поем. Здесь мы поем только раз в неделю. Утром мы поем каждое утро. Но, допустим, у вас нет возможности утром пребывать. Вы позже это прослушиваете. И что тогда делать? Я почерпнул этот пример удивительный. Вы идете утром, допустим, в 7 утра вы выходите. Кто-то в машину садится, кто-то в автобус, кто-то на метро. И вы идете по тротуару. И вы начинаете петь. И вы, когда первый раз запоете, вы думаете, я пою. Как здорово. И вы исполняете Духом Святым. Потом, по мере того, как вы поете, 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 вы потом уже перестаете смущаться. А человек идет, допустим, и вы раз приглушили свой голос. Потом человек прошел, вы поете снова. Потом проходит время, знаете, что происходит? Вы поете и уже думаете, вот человек прошел бы и услышал. Почему? Потому что это, во-первых, и вы уже настолько уверены силою Духа Святого. И вы радуетесь в этих песнях. И вы затем также и являете эту славу. Как здорово. Во внутреннем человеке. Итак, внутренний человек. Это Новый Адам, Галатам 2 глава 20 стих. И это Дух, Душа и Тело. Верой усилится Христу в сердца ваши. И когда мы переживаем с вами это удивительным образом, этот процесс. И мы никогда не смотрим на это проекцией, что это примитивно. Нет. Чем больше... Когда мы соглашаемся верою, когда у нас есть положительный отклик, тогда мы воодушевлены. Тогда мы радуемся. Тогда мы... И в этом и есть удивительное утверждение, как здесь говорится, его богатство. Когда он освящает нам все больше и больше. Свои удивительные богатства. Свои удивительные откровения. И мы радуемся в нем. Аминь. Благослови вас Господь. Аминь. Аминь.